Разгар рабочего дня. На Белшине ЧП. Горят нефтяные масла. В службу спасения звонят трудящиеся цеха подготовки сырья. Не проходит и трёх минут, как на место прибывают спасатели. Внутри здания люди. Пострадавших выносят на свежий воздух. Первую медицинскую помощь оказывает санитарная дружина. На устранение пожара уходит 13 минут. Всему виной короткое замыкание. Еще один очаг возгорания. Цистерна с опасной жидкостью. Взрыва удается избежать. Огнеборцы мгновенно ликвидируют пламя. Обходятся без человеческих жертв. Тем временем неподалеку происходит ДТП. Сотрудники МЧС спешат на помощь. Все усилия бросают на экстренную эвакуацию водителя. Обесточивают автомобиль. Затем проводят деблокировку пострадавшего. При помощи гидравлического инструмента вскрывают дверь. Освобождают мужчину и передают в руки медиков. Все три ЧП подчеркивают специалисты, характерны для объектов нефтехимической промышленности. Разбор, конечно, учения мы пройдем немножко позже. Но в целом они прошли достаточно на высоком уровне. И я думаю, те навыки, которые получены и работниками МЧС, и работниками Белшины будут важны и пригодятся в случае реальной установки. На этом учения не заканчиваются. Вторая локация – Бобруйский район. На ферме в Воротыни во время проведения земляных работ случайно вскрывают скота могильник с сибирской язвой. Начинают гибнуть животные. Специалисты ликвидируют очаг заражения. Инфицированных коров сжигают. Здоровых вакцинируют. После наблюдений ситуация на ферме стабилизируется. Опасность позади.